Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Познакомилась с молодым человеком, всё было хорошо, но была проблема в разных городах, и то это решилось бы вскоре, я думал. Человек заботился, очень обо мне дверь открывал, руку подавал везде, ухаживал, всё было, брал за руку. Познакомился с лучшими друзьями, там нежностью много проявлял, слов много громких было, но очень много работает, занят карьерой. Особенно сейчас тяжёлый период сложный, и резко берёт, и заканчивает отношения. Просто пишет смс, мол всё, толком не объясняет ничего, и он сам понимает, что это неправильное дело не во мне, а в нём он не вылезает с работы. Я не стала ругаться, выяснять, но я была в ступор, мне было больно, обидно и неприятно. Прошла неделя, место в себе не нахожу, хочу связать, поговорить, лично посмотреть на человека, как он себя поведёт, его глаза видеть. Я видела, как он на меня смотрел, какое отношение было. Я просто словам в смс не поверила, мне кажется, поговорить нельзя, даже если результата положительного для меня не будет. Просто я сижу в непонятках, когда всё было хорошо, с утками общались, тут бац и всё. Не знаю, может с моей стороны это унизительно, но я считаю, что это решительное действие, наоборот, может дать человеку понять обо мне что-то. Правильно ли я решила сделать? Я уверен, что многие люди, в том числе я, вам скажут, что если вы хотите поговорить, то поговорите. Как бы, проблем в этом нет, на мой взгляд. Вот, если хочется, то почему нет? Как бы, в данном случае, например, я выступаю за, в общем-то, любую инициативу, да, и мне кажется, что инициатива это всегда хорошо. Вот, то есть, иными словами, инициатива лучше, чем отсутствие инициативы, вот. Но, важно, как мне кажется, понимать следующее. Во-первых, была излишняя романтизация у вас в этом отношении. Человек вас романтизировал, человек вас идеализировал. Дело в том, что там, где есть романтизация и там, где есть соответственная идеализация, всегда есть, вот, такая, знаете, неприятная история последующего обесценивания, я бы так это сказал. То есть, когда люди идеализируют, когда люди, вот, романтизируют партнера, после они начинают его обесценивать, к сожалению. И, на мой взгляд, ваша ситуация, она очень похожа на такую. Молодой человек, сперва увлекся вами, вот. Ну, именно, вот, в силу того, что это, возможно, как раз, как раз такой, очень увлекающийся тип, да, такой эмоциональный тип личности. И, соответственно, ну, в принципе, да, для него это нормально. Вот, но, понимаете, говорить не значит делать, и эмоциональность может не совпадать с самым действием. Поэтому, понимаете, вы поговорите, может быть, даже померитесь с ним. Но, как быть с тем, что для человека, в принципе, возможно, такая резкая перемена. Как быть с тем, что человек может, получается, в любой момент разрушить ваши, по сути, связи. То есть, в любой момент выйти в отношениях. На такого человека нельзя рассчитывать. И если человек так делает, у него есть явные психологические проблемы. Поэтому примирение в данном случае, или, так скажем, возобновление ваших отношений не решит эту проблему. От слова совсем, проблему это не решит. Поэтому, в данном случае, примирением ограничиться будет недостаточно. Гораздо важнее, чтобы вы обозначили, например, ему, что гипотетически, ну, гипотетически, с вами так нельзя. И, соответственно, чтобы, ну, обязательно была вот какая-то с его стороны, например, работа над собой, чтобы вот не было таких следков. Потому что, по-моему, серьезные отношения с таким человеком строить невозможно. Да, ну, сколько-нибудь планировать в будущее. Потому что, вот, мы что-то планируем, да, тут хоп, и всяк просто выходит из отношений. Это, ну, вообще-то не зрелость. Следующая сторона, следующий аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, это то, что вы не находите в себе места и то, что вы в непонятках. На мой взгляд, ну, помимо естественного такого вот ну, естественного переживания, если угодно, естественных эмоций, которые вы испытываете, на мой взгляд, здесь есть эмммм обязательная эммм такая компонента, обязательная составляющая, если угодно, ага, ваших потребностей, вашего эммм личностного конфликта. То есть, почему вы реагируете именно так, а не по-другому. Вот. То есть, вы вначале подавили, получается, а свои чувства и ничего сразу говорить не стали. Вот. Ну, вы объясняете это тем, что вот не хотели ругаться. Ааа, вот. Но у меня вопрос, почему ругаться? То есть, ну, никто, по-моему, не говорил о том, что вам нужно именно ругаться. Вот. Не нужно ругаться. Ааа, можно, в принципе, просто, ааа, ну, как бы озвучить, вот, свои чувства, рассказать о том, что вам больно, что вам неприятное пятое. Это, ааа, абсолютно нормальное, нормальное переживание и так далее. Вот. То есть, первое, вы склонны к тому, что, чтобы, ааа, как-то, вот, зажимать, да, эм, свою, свою реакцию. Это первое, на что хочется обратить внимание. Ааа, второе, на что хочется обратить ваше внимание. Это то, что, ааа, вот, вы описываете, смотрите, ааа, значит, человек заботился обо мне, двери открывал, подавал руку, ухаживал, познакомился с лучшими друзьями, нервности много проявлял, слов много громко говорил. То есть, понимаете, вы описываете влюбленность. Вот, это, эээ, в какой-то степени, наверное, проблема. Вы описываете влюбленность. Вы описываете, эээ, эээ, ну, поведение романтическое, но не серьезное. Понимаете? То есть, это, ээээ, вопреки, может быть, вашему мнению, да, это все-таки больше поверхностность. Это поверхностное больше отношение к вам, но оно вам нравится. То есть, вот, вам такое отношение нравится, вам такое отношение хочется. И очень важно для вас, на мой взгляд, а убедиться, убедиться в том, почему. Почему вам так важно, чтобы вас привезли в себя. Ну, вот, чтобы вас, так вот, можно сказать, идеализировали. Ведь вы же этого хотите, по сути. Чтобы вас идеализировали. И вот, как бы, с этого вот и нужно начинать. А так ли вам, например, сам человек нужен? А так ли вы нуждаетесь именно вот в самом человеке? Или, может быть, вам больше нравилось вот это вот такое ощущение, да? Такое вот, ну, такое чувство, которое он вам давал. Вот, чувство, что вы важны, что вы нужны, что вы значимы. Понимаете? Это не совсем про здоровую модель отношений. Просто. В данном случае можно говорить о, больше, к сожалению, не здоровой модели. Отношений, к сожалению. Вы понимаете, какая здесь история? И важно, чтобы вы в этом себе по возможности отдавали отсчет. Потому что, если вы в этом себе отсчет не отдаете, если вы, гипотетически хотя бы, в этом себе обманываете, то это уже, на мой взгляд, серьезная проблема. В первую очередь, проблема для вас. Да? Вот, что мужчина, как бы, вот, получается, влюбляет вас в себя, как бы, своим отношением. Понимаете? Вот. Отношения – это хорошо. Но за тем, что на первый план выводятся отношения, скрывается, к сожалению, проблема перехода на второй план личности человека. И, по этой причине, именно она, личность, может игнорироваться. Из-за чего в будущем могут возникать сложности. Когда, например, человек, находясь с вами в отношениях, перестанет вас идеализировать, перестанет относиться к вам так бережно, рано или поздно это произойдет. Вот. И это, в целом, вот история про такие вот зрелые партнерские равноправные отношения, где каждый человек свободен, где каждый человек естественный. Вот. Понимаете, да? А то, что вы описываете, оно очень сильно отдает такой вот некоторой, ну, не знаю, детской, что ли, наивностью. Вот. И, понимаете, как бы, если бы это было наравне с чином, наравне с чем-то другим, да? Если бы это было наравне с, вот, допустим, с какой-то серьезностью, с чем-то общим между вами, вот, то хорошо, это замечательно. Но вы описываете историю, где такое впечатление, что кроме этого больше ничего нет. И вот это очень тревожит. Вот. Поэтому, раз мужчина взял пазл, да, то мне кажется, что имеет смысл разобраться в себе и в том, кто вы в этих отношениях, какая вы в этих отношениях, какой вы были в этих отношениях. И если и начинать, как бы, опять отношения, что, безусловно, можно и нужно, то вот уже с позицией здорового взаимодействия, а не вот с этой позицией, которую вы сейчас описываете. Вот. Потому что из вашего текста даже не очень понятно, а вы-то сами, как бы, вот, к человеку что чувствуете, что для... Ну, что для человека хотите вообще? Вы-то сами, вот, как его воспринимаете? Вот. Потому что, например, у такой романтизации, да, вот у такой эмоциональности, вот уже есть один серьезный достаточно недостаток, это вот непостоянность. Готовы ли вы к тому, что подобная непостоянность будет проявляться еще где-то. Не только в этом, не только вот в том, что произошло, но где-то еще. Вот. То есть, как бы, это нужно учитывать, что человек там в целом, он останется таким, какой он есть. Вот. Его... Его можно будет, конечно, конечно же, а, ну вот, там, подкорректировать, да, если он этого хочет. Его можно будет подкорректировать. Но, в целом, я бы сказал, что люди не меняются. Ну, вот, взрослые люди. Вот. Поэтому... Я бы здесь не то, чтобы отказался бы от этой идеи, да, а я бы здесь немножечко повременил, там, если сейчас на эмоциях, вы как бы готовы совершить какие-то шаги, может быть, вы их совершите, может быть, даже вернете отношения, вот. Но, повторюсь, проблему, это не решить. Проблему именно вот того, что человек, вот он вот тут, как бы, ну, как бы облапает вот такими особенностями. Особенностями. Вот. И если вы думаете, что вы помиритесь и такого больше не произойдет, то вот здесь вы ошибаетесь. Произойдет. Вот. Потому что это непостоянство. Это эмоциональность, это увлеченность. И как он увлекается вами, так он увлекается какой-то идеей. Понимаете? И в какой-то степени это хорошо. А в какой-то степени нет. И вот ваша задача и заключается в том, чтобы для себя решить. Я принимаю в человеке это. Я нахожу в себе силы восхищаться, любить и брать у него это. Вот. Я готов к тому, что он перестанет, может быть, меня, как бы, ну вот, романтизировать в будущем. Если да, то вот как бы смело езжайте и пробуйте. Но по собственному опыту я могу сказать следующее. Что люди, которые находятся в таких отношениях, какие вы описываете, да, они испытывают в чем-то личностный дефицит. И этот дефицит пытаются компенсировать в отношениях, значит, с другими людьми. Вот. И, соответственно, предпочитают себе, вот, пару, вот, ну, как бы, соответствующую, да. То есть, вы же не просто так выбрали именно этого мужчину. Вот. Скорее всего, вот, за вами ухаживались, да. Но, скорее всего, вас добивались. Вот. Вам это нравилось, что за вами добилось, что вас добивалось. Это очень хорошо, с одной стороны. Но, с другой стороны, когда есть столько элементов ухаживания, в этом могут быть серьезные подводные камни. Потому что человек не воспринимается как ценность, сверхценность, но не воспринимается как личность. Вот. Подумайте о том, видел ли молодой человек у вас недостатки. Подумайте о том, как бы, показывали ли вы ему свои недостатки. Подумайте о том, что только честно. Принимаете ли вы его недостатки, которые у него есть. И ответите на вопрос, а примет ли он ваш? Подумайте о том, что между вами общего есть. Кроме того, что вы описали. Это очень здорово, но этого мало. Вот. Подумайте. Понимаете, все, что я сказал, да, не было бы, как бы, таким важным, если бы не произошло того, что произошло. А случилось, если просто подрастает то, что я вам говорю. И сейчас это зависит от вас. Или мне предпочтете от этого отмахнуться, если вы и пойдете просто делать то, что вам сейчас больше всего хочется. Вот. Или вы все-таки поступите как более взрослые, зрелые личности. Да, и еще важный момент. А чего вам хочется, то, собственно говоря. То есть, ну вот вы хотите с ним поговорить, а зачем? Какая цель в этом у вас? Вот. Из какого желания вы хотите это сделать? Ну, вы хотите это сделать? Вот. Понимаете? Ну, какая штука? Из какого желания, из какой потребности вы хотите это сделать? Это важно. Уверены ли вы, что вы делаете, ну, что вы хотите с человеком поговорить, например? Потому что твердо уверены в том, что именно вы сможете сделать его счастливым? Уверены ли вы, что, что хотите с ним поговорить для этого? Уверены ли вы, что, ну, что, вот, у вас такая инициатива, скажем так, да? А, связано именно с ним. Уверены ли вы в этом? Уверены ли вы в этом? Вот, что меня больше всего интересует. Уверены ли вы в этом? Потому что, если нет, если вы не уверены в этом, если вы сомневаетесь в этом, то, на мой взгляд, стоит подошпать. На мой взгляд, повторюсь. Я в данном случае не претендую на их, но хотел бы, чтобы вы для себя об этом подумали хотя бы. Вот. Вот так. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!